Школьники из Лебедевки и Тальменки стали бронзовыми призерами Всероссийского турнира юных физиков, который прошел в Екатеринбурге. Там победители региональных турниров решали сложные исследовательские и научные задачи, отстаивая свою точку зрения в физических боях. Сборная команды Скинского района уже пятый год участвует в Сибирском и второй раз во Всероссийском турнирах. Ежегодно в конце лета организаторы состязания публикуют список задач. Ученики вместе с педагогами выбирают свои и работают над их решением. Задачи турнира, они не имеют решения, ну скажем так, однозначного. Каждая команда идет своим путем. Ну, например, возьмите две свечи, подвиньте их рядышком, они начинают колебаться либо одинаково, либо в противофазах. Исследуйте это явление, все, вся задача. Здесь эксперимент, здесь исследование, и от чего исследовать движение, например, бусинки, решают сами дети. Лебедевская и Тальменская школы – единственные из сельских, которые представляют своих учеников на Всероссийском турнире юных физиков. Конкурировать приходится с лицеями и физмат-школами. В этом году состав нашей команды обновился, но это не помешало завоевать два призовых места – бронзов Павла Каликина и Семена Ширая. У меня было три доклада, то есть три разных задачи, с вообще разными явлениями, и каждую из них я готовил. Некоторые судьи говорили, что у меня хорошие установки, они как раз подходят для решения данной задачи, и мои доклады весьма хорошо подготовлены. Десятиклассник Павел – самый опытный участник турниров юных физиков. В сибирских он участвует четыре года. Этот предмет дается юноше легко. Для выпускника Тальменской школы Семена Ширая физика – это хобби. Участие во Всероссийском турнире принял как неоценимый опыт. Научные дискуссии с утра до ночи, общение с возрастовскими преподавателями, много новых знакомств и увлеченная работа над задачами. Был случай, когда, обсуждая жюри, у меня пришло в идею сделать прорези на свечи, как, знаете, маленькие для тортов есть, у них там спиралька идет. И у меня задался вопрос, а почему же все-таки делают это? То ли для красоты, то ли для чего-то еще. Оказалось, что на самом деле это увеличивает поток воздуха. То есть воздух закручивается и начинает пламя играть, а без них свечка слишком слабо горит, и никакого красивой картинки вы не получите. Сотрудничество двух школ дает замечательные результаты. В этом году каждая подготовила по призеру. Но ребята вырастают, важно подготовить им смену. Слава Богу, что есть еще в наших школах дети, которые по своему потенциалу могут участвовать в турнирах такого очень высокого и серьезного уровня. Чему, конечно, мы очень рады. И теперь наша с ней задача будет заключаться в том, чтобы как-то достать, развить в них все самые лучшие качества, которые они на сегодняшний день обладают. Чтобы они выступали на этих турнирах так же результативно, как и их предшественники. Учебный год скоро завершится. Затем каникулы и снова за парты. А там новые задания, исследования, открытия. Физика – это все-таки увлекательно.